Всем привет! Сегодня будут пустые баночки. Я просто обожаю, когда у меня заканчиваются какие-то средства. Я знаю, каждый сходит с ума по-своему, у всех свой фетиш. Ну а если серьезно, то все-таки это окончательный вердикт косметики, которой мы пользовались какое-то время. Потому что некоторые средства служат нам, не знаю, месяц, два, а то и дольше. И бывает такое, что сначала не распробуешь, а потом, когда средства заканчиваются, ты понимаешь, что тебе этого не хватает. Поэтому такие обзоры я считаю очень нужными, важными и полезными. Давайте поскорее приступим. У меня в руках две пустышки. Первая это пустой флакончик аромата Mademoiselle Azarro. Я очень люблю такого плана парфюма, потому что они в меру сладкие, неудушающие, цветочно-фруктовые. Здесь пион, роза, персик. И я не могу сказать, что он какой-то супер стойкий. Но для тех, кто любит что-то чуть-чуть сладкое, не слишком цитрусовое такое, не чрезмерно бодрящие. Если вы ходите на работу и не хотите окутывать всех своим самым прекрасным в мире ароматом, который, может, далеко не всем понравится, то вот это замечательная версия легкого весенне-летнего аромата. И мне нравится, что он держится на протяжении пяти часов. Потом, возможно, я захочу обновить свой парфюм или вот этого немножко добавить. В общем, использовала его с удовольствием и для всех нежных девушек, для тех, кто любит такие в меру сладкие ароматы. Очень классный вариант. И дальше это корейское средство, пенка для умывания от марки Benton. На самом деле, ею пользовалась не я, а мой муж. Но расскажу, почему я это показываю. Это слегка не мой формат. Я не люблю, когда у меня прям до скрипа очищена кожа, а он без такого средства просто жить не может. Вот, и он очень долгое время, на протяжении нескольких лет, пользовался только умывалками от Estee Lauder. И вот это средство, это абсолютный аналог. Но если вы любите корейский уход, вообще у Benton классные составы, советую попробовать, потому что ее на очень долго хватило. Он даже сказал, что дольше пользовался вот этой пенкой, чем той, которая от Estee Lauder. Ну и по действию я пробовала и ту, и другую. Это не мое, потому что у меня сухая кожа. Ну, то есть, к ней надо относиться очень бережно, чтобы она оставалась нормальной и не переходила в фазу сухости. Поэтому чем-то таким я не пользуюсь. Но если вам такое нравится, то берите на заметку. Теперь несколько тушей. Сказала Оля, и собирается показать годовой запас обычного нормального человека. Но дело в том, что я постоянно пробую что-то новое. И я очень люблю, когда тушь свежая, когда она такая влажно-гелевая. И как только тушь подсыхает, она уже не дает такого эффекта, который нравится лично мне. Поэтому я с удовольствием открываю что-то новое. В прошлом году я пользовалась тушами от Kiko, но из лимитированной коллекции. Они мне очень нравились, но на основании какой-то лимитки нельзя говорить о постоянном ассортименте. Поэтому я еще что-то куплю, и потом обязательно поделюсь с вами своим мнением. Зато у меня есть постоянные фавориты. Это Luxe Visage XXL. Сейчас она у меня на глазах. Я не знаю в связи с чем, но весной вот это отпечатывалось у меня под глазами. Выглядело это как-то некрасиво, и раньше я такого не наблюдала. Но возможно это не вина туши, а моего крема, моего консилера, пудры и еще каких-то экспериментов. Поэтому я не стану винить мою любимицу. И сейчас с удовольствием вернулась к еще одной такой же. Мне они очень нравятся, и даже если она высыхает или заканчивается спустя полтора месяца, мне не хочется плакать, потому что они абсолютно бюджетные. То же самое касается туши от Vivienne Sabo. Мне нравятся Cabaret и вот это жалюзи. Но жалюзи она дает прям такие очень яркие ресницы, прям насыщенно черные. И она с первого слоя дает настоящую драму на глазах. Если вы не сторонница чего-то такого, то лучше отдать предпочтение классической Cabaret. А вот эта тушь от бренда Artvisage, которая называется Chicago, мне не совсем подошла. А возможно я ее использовала в тот период, когда она себя не очень хорошо проявила. Опять-таки я называла причины, по которым тушь может отпечатываться, спаться. И вообще непонятно что делать. Здесь вот классическая силиконовая кисточка. Приятная формула, такая как я люблю. Тушь черная, делает красивые разделенные реснички. Она их удлиняет, чуть-чуть придает объем. Но она отпечатывалась. И она так вот прям некрасиво подвела меня в течение трех дней, когда я ее пользовалась, что у меня просто не было никакого желания ею пользоваться. Потому что я в те дни снимала видео, и я настолько расстроилась, что забросила ее. Может стоит к ней вернуться. Ну, не знаю, девчонки, как вам эта тушь, напишите. Возможно, стоит еще не выбрасывать ее и дать ей второй шанс. Закончилась очередная баночка моего любимого Fix Plus от MAC. Покупала, покупаю и буду покупать. Он у меня есть даже в travel версии. Потому что я вот правда не представляю себе свой макияж без такого плана фиксаторов. Потому что это средство не продлевает стойкость. Но когда ты наносишь, к примеру, тональное средство, пудру, потом бронзер, потом румяна, хайлайтер. Господи, иногда аж самой становится страшно. Но все равно, даже если ограничить макияж, скажем, до пудры и румян, очень часто на сухой коже все пудровые средства как будто лежат на поверхности и не сливаются с кожей. И то же самое происходит в тех случаях, когда наносишь какой-то более плотный, стойкий, матовый тональный крем. И тогда кожа прям просит, помоги мне. И наносишь вот такой фиксатор, кожа сразу становится более комфортна. Кожа приобретает такой красивый лоск. Я знаю, что некоторые используют это средство в качестве праймера. Потому что он легкий, но содержит глицерин. Которому в хорошем смысле слова лучше прилипает косметика, якобы лучше держится. Но я наношу это средство для того, чтобы облегчить мой макияж. Когда я наношу несколько слоев, ну то есть все-все-все по порядку. И потом, пользуясь спреем, все как будто лучше оседает и сливается воедино. Вот. В общем, для меня это незаменимое средство. Без спреев для макияжа я не могу. Летом я гораздо реже ими пользуюсь. И очередная пустая баночка, без которой я не могу. Это прозрачный гель для бровей от марки Lancome. У него сверхсильная фиксация. Если вам нравится что-то легкое, если вы не переносите ощущение чего-то на бровях, то, наверное, стоит поискать что-то полегче. Но если вы хотите вот прям смирно уложить ваши брови, то присмотритесь к вот этому. У меня не было геля для бровей от Benefit. По-моему, я когда-то пробовала. И эта фиксация приблизительно на одном уровне. У меня также был оттеночный гель для бровей от марки Lancome для блондинок. Он очень классный, но на съемках одного проекта кто-то его забрал. Наверное, случайно. Ну, пусть с удовольствием пользуется. Я бы завелась еще одним, потому что, ну вот, я настолько к нему привыкла, что, правда, даже не могу как-то по-другому приспособиться к оформлению бровей. Два средства, которые помогали мне в уходе за губами. Точнее, как здесь бальзам EOS и Carmex. Если у вас по-настоящему сухие губы, которые требуют восстановления, питания, заживления, то забудьте о вот этой круглой штуке. Потому что мне кажется, что ею пользуются, ну вот, просто так. Лишь бы чем-то намазать губы. Если есть реальная проблема, то вот эта штука ее не решит. Да, у них очень классный, интересный дизайн. Но, как по мне, это уже прошлый век. Уже прошел на них бум. И все уже поняли, что, как бы, в основном это просто прикольное средство. Но если хочется подлечить губы, надо искать что-то получше. Carmex. Ну, знаю, что многие его любят. Я сама долгое время пользовалась только Carmex. И он очень классно восстанавливает губы. Но когда я очень долгое время им не пользовалась и снова к нему вернулась, у меня было четкое ощущение чего-то супер химического на губах. Да, конечно же, он классно работает. Но хочу ли я пользоваться им дальше? Не знаю. Кто-то говорит, что им даже нельзя пользоваться слишком часто. Поэтому, пожалуй, пока что куплю что-нибудь другое. Вот это сыворотка от Sulvasu. Это корейский люкс. И вы знаете, когда я им пользовалась, вот сначала как-то вообще было непонятно. Какая-то водичка. Здесь очень классный, эффективный, активный состав. И корейцы, они такие ребята, создают очень легкие текстуры, которые как будто не ощущаются на лице. И очень часто непонятно, что, собственно, они делают. Но когда средство заканчивается, или где-то его забываешь, или просто не воспользуешься им так, ну, что-то не так. Где вот эта баночка, которая вроде ничего не делает, но на самом деле создает огромную разницу. И это была первая сыворотка такого плана. То есть, это как тоник. Ну, просто здесь написано, что это first care. То есть, после умывания сначала наносится именно это средство. И вот именно благодаря вот этому первому флакончику, я поняла, что корейцы молодцы. Они создают такие средства, которые помогают по следующему уходу еще лучше работать. И вот сейчас я пользовалась, просто у меня заканчивается эссенция похожего плана от бренда Misha. И это восторг. Если вы никогда не пробовали вот такие чудо-водички, которые в первую очередь наносятся на лицо, то обязательно прикупите себе. Не обязательно именно что-то супер-люксовое, как вот это сульвасу. Можно что-то попроще, тот же Misha. Но поверьте мне, что разница колоссальная. И даже те сыворотки, средства, которые раньше как будто лежали на коже и до конца не впитывались, благодаря вот таким штукам, как будто лучше проникают. И для меня это фантастика. И когда закончится моя эссенция от бренда Misha, я тут же закажу себе новую, потому что тоник и вот такие штуки, это не совсем то же самое. Две мои любимые умывалки, к сожалению, не из бюджетного сегмента. Но если вы намерены потратиться, то советую обратить внимание на вот эти две. Обе подходят для утреннего умывания и для до макияжа. Даже в каких-то экстремальных условиях они смывают и тональное средство, и тушь, то есть весь макияж. Но я все-таки призываю вас пользоваться двухэтапным методом очищения кожи. То есть сначала гидрофильным маслом или специальным бальзамом для до макияжа. И только в качестве второго этапа очищения кожи использовать гели такого плана. Но я могу абсолютно честно сказать, что все-таки самый такой мягкий гель лично для моей кожи, это вот этот от Айзенберг. Оба не раздражают глаза, но вот если сравнивать ощущения после умывания, то кожа максимально комфортно чувствует себя после вот этого средства. Я, кстати, не видела других обзоров на вот этот гель для умывания. Мне прям как-то обидно, потому что он действительно самый лучший. Вот этот классный, более доступный. И по цене, мне кажется, даже проще как-то купить Kiehl's. Но если вы хотите что-то такое помягче, чем все остальные, то вот этот классный. И он так долго был у меня в дорожной косметичке. Здесь 75 мл. Но вот этой баночки хватает надолго. Точно так же, как вот этого геля от Айзенберг. Несмотря на то, что срок годности указан как бы 6 месяцев, я им пользовалась то ли 8, то ли 9. И как бы ничего не произошло, все нормально, он точно так же работал. У него не было никакой странной отдушки. Я жива-здорова. Состояние кожи не ухудшилось, поэтому, ну как бы я не вижу никакой проблемы. Не совсем пустая баночка. Это моя первая кисть для нанесения тонального средства от бренда Hakura. Кстати, до сих пор видно название H54. Я помню, как 4 года тому назад я купила ее и первый раз нанесла тональное средство при помощи кисти. Я так, вау, ничего себе! Может быть гораздо красивее, чем нанесение пальцами. Есть некоторые тональные средства, которые не любят кисти или кистью не любят их. В общем, по-разному. И потом то же самое было, когда я купила свой первый спонж. То есть, постоянно, знаете, движение вперед. Но сейчас мне нравится более такое тонкое нанесение, поэтому предпочитаю спонжи. А вот эта кисточка очень классная. И я сама ее испортила, потому что по неопытности я хотела, чтобы она поскорее высохла. И сушила ее на батарее. И она буквально сразу начала разваливаться. Так, ну как сразу, где-то спустя полгода. Вот, а потом я помню, что я мыла ее разными... Не, специальными средствами. И ворс стал таким каким-то слипшимся, что ли. Поэтому сейчас купила себе Эльф. Какие-то еще другие кисточки есть от Заива. И пользуюсь другими. Но, честно говоря, с удовольствием вернулась бы к этой. Потому что у них очень классное качество. И вот только могу сказать, что у них не все кисточки прям супер удачные. Но вот эту могу советовать. Средство, которое мне не понравилось. Это корейская сыворотка с витамином С. Я практически полностью допользовала ее. Здесь 20% витамина С. Бренд My Signature. Наверное, так. И еще пару месяцев назад Маша Серд написала мне, что здесь в составе есть спирт. И чтобы я так осторожно пользовалась этим средством, я подумала, была не была. Состояние кожи не ухудшилось. Но я не заметила каких-то явных улучшений. Что-то вроде как. Но по сравнению даже с сывороткой с витамином С от марки Белленда. Вот это за 10 долларов конкретно проигрывает. А цена одинаковая. Вообще заказывать откуда-то там из Азии нет смысла. Лучше уж поискать от Белленда. Закончился мой самый любимый нюдовый карандаш для губ от бренда Pierre René. Он замечательно подходит моему оттенку, потому что он и не рыжий, и не слишком холодный, без розовинки. Он мягкий, он не супер стойкий. И, кстати, его относительно надолго хватает. При ежедневном использовании, наверное, на месяц. Но я не каждый день ношу нюдовые губы. И тем более корректирую форму губ при помощи карандаша. Иногда я сижу дома, и мне там все равно, какие у меня губы, какой-то бальзам, и этого достаточно. Но я покупала их раз шесть, наверное. И один раз мне попался сухой, который постоянно обламывался. Он ничего не рисовал. Покупала в сети Natura. Поэтому буду искать какие-то магазины, где больше трафик. То есть, где больше покупают. Возможно, мне попался какой-то старый. Они все были какие-то такие, не знаю, открытые. И там был такой хаос. Поэтому хочется верить в то, что качество не испортилось. Потому что оттенок потрясающий. Обожаю его. Закончилась очередная баночка любимых патчей под глаза от марки Petit Fee. Я ими пользовалась регулярно. Поэтому она абсолютно пустая. Их надо использовать в течение двух месяцев. И девчонки писали, что лучше хранить в холодильнике. Тогда эта жидкость не испаряется. Ну и чтобы просто не выбрасывать патчи. Потому что мы ими не пользовались. Мне кажется, что вот эти черные, самые активные, они не сползают. Они хорошо держатся. И также надо отдавать себе отчет в том, что это средство SOS. Когда просыпаешься и хочется быстренько привести себя в порядок. Но какого-то накопительного действия в таких средствах нет. Поэтому если у вас какие-то мешки. И вы думаете, что вы два месяца будете пользоваться патчами. И все пройдет. Нет. Это вот на те дни, когда хочется быстренько подтянуть кожу. Мне кажется, что эти патчи вот именно немножко подтягивают область под глазами. И осветляют ее. Но какого-то супер увлажнения от такого плана средств я также не заметила. Поэтому думайте, надо вам что-то такое или нет. Я постоянно покупаю, потому что мне нравятся действия. И когда хочется как можно скорее себя привести в нормальный человеческий вид, я готова что угодно. Клеить и мазать на свое лицо. Бальзам для до макияжа от марки Клиник. Замечательное средство. Сейчас есть много аналогов. Но если вам нравится просто пойти в магазин, купить что-то работающее. Что-то, что послужит вам долго, без запаха. То вот Клиник, классика, проверенная временем, которая хорошо работает. Что-то у меня тут одни любимцы. Но это говорит о том, что мне настолько нравятся эти средства, что я ими пользуюсь долгое время. И когда они у меня заканчиваются, я покупаю то же самое. И вот такая же история произошла с легким текстурирующим лаком от бренда Tony & Guy. Я случайно купила его в TK Maxx. Мне казалось, что это какая-то скидка на него. Но на самом деле он так и стоит около 10 долларов. Его хватило на год. При том, что я прям не каждый день пользуюсь чем-то таким. У меня волосы по натуре очень такие гладкие. И они не поддаются каким-то укладкам. И когда мне хочется сделать укладку, в кавычках, потому что это не выглядит что-то, знаете, как из салона. Прям нет. Но когда хочется, чтобы волосы выглядели слегка небрежно, как после пляжа. Я просто наношу этот лак на сухие волосы, завязываю пучок, распускаю. И волосы просто лежат такими небрежными, красивыми, как мне кажется, волнами. Но при этом волосы не склеенные, не утяжеленные. Если мне захочется их расчесать, я это без проблем сделаю. И они не неприятные. Поэтому я купила это средство еще раз. Потому что, ну, это то, чего я хочу. И, не знаю, купить очередную баночку, которая, возможно, меня не устроит. Или будет мне сушить волосы, так как солевые спреи. В общем, я решила не рисковать, не экспериментировать. И вернулась к нему. Очень старый бьюти-блендер, потресканный. Я поленилась помыть его в последний раз. Поэтому не занимаю тут эфирное время. Очень люблю эту губку. И, конечно же, купила себе новую. Потому что они самые прочные, они мягкие. Сейчас наверняка есть уже что-то новое, похожее. Ну, как-то вот, не знаю, они у меня приходят в негодность. И мне не хочется искать что-то онлайн, ждать. Без губки я не могу. Поэтому просто иду в Сифору и покупаю новую. Закончился крем от Айзенберг. В прошлом году тоже показывала вам пустую упаковку. Он отлично подойдет для сухой кожи на холодное время. Или у вас, в принципе, экстремально сухая кожа. Очень классный. Он прям так насыщает, напитывает кожу. Вот когда кожа прям голодная, знаете. Когда хочется ее чем-то вот таким поддержать, то обалденное средство. Если бюджет позволяет, если вы хотите побаловать себя, то очень советую для сухой кожи, для возрастной на холодное время года. Летом я пользуюсь более легкой такой версией в форме флюида. Тоже в такой же баночке, только название другое. И вот этот крем убирает сухие морщины. То есть, когда кожа настолько обезвожена, она выглядит прям уставшей, более возрастной что ли. И когда я пользовалась вот этим кремом, прям замечаешь, что кожа выравнивается. То есть, напитывается влагой изнутри. И у меня была маска от L'Oreal. L'Oreal это какая-то линейка, то ли профессиональная, ну в общем, таким образом она выглядит. И она была у меня очень долго. На протяжении года я пользовалась этим средством, потому что сама по себе маска очень густая. И она прекрасно вот, знаете, напитывала волосы. Хотя они у меня не слишком сухие. Но когда воспользуешься каким-то более агрессивным шампунем и понимаешь, что волосы будут торчать во все стороны, надо их как-то пригладить, то вот эта масочка мне помогала. И она прям такая, вот знаете, насыщенная. Если у вас сухие, кудрявые волосы, то попробуйте. Если вам даже кондиционер все утяжеляет, то нет-нет-нет, это не то. Это вот для тех из вас, кто постоянно крутит волосы, выравнивает, еще что-то там с ними делает. Или у вас пористые волосы, то тоже обратите внимание. Она сухая, надо граммулечку для того, чтобы нанести даже на длинные волосы. С ней абсолютно не надо перебарщивать, потому что будете зря переводить средства. Вот мои любимицы. Это серые, точнее белые маски от Glam Glow. Отсушивают воспаление. И вообще при регулярном использовании кожа становится чище. И прыщи появляются гораздо реже. Поэтому эти маски у меня есть в разных размерах. Начиная с микро, мини, миди и макси. Настолько сильно я их люблю. На этом буду заканчивать, потому что меня уже ждет муж. Едем выбирать растения в наш двор. Надеюсь, что вам было интересно. Кто соскучился по видео о косметике, то влоги, влоги, влоги. Но влоги я тоже снимаю. Все, пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.